Всем привет, дорогие мои! Как вы знаете, в большой семье уборка, вернее, пылесос необходимая вещь, потому что пылесосим мы не только один раз в день, а бывает, что и два-три раза, потому что детей много, и, конечно, уборка требует очень много времени. Но, конечно, уборку делать лучше беспроводным пылесосом, таким как Даджет В450. Очень скоро у нас праздники, это 14 февраля или 8 марта, и вы можете заказать для своих родных, близких вот такой подарок. Это очень замечательный подарок, который облегчит жизнь мамам, бабушкам, ну и, конечно же, детям, которые на самом деле не любят пылесосить. А беспроводным пылесосом это делается очень легко и просто. Сейчас мы покажем, как он выглядит и что входит в комплект. С этим пылесосом вы сократите время уборки без потери качества, ведь именно Даджет В450 обладает одной из самых высоких мощностей всасывания в классе пылесосов, которая остается таковой в ходе уборки вне зависимости от того, насколько сильно наполнен пылесборник. Также устройство отлично подходит для уборки в салоне автомобиля. В комплект входят разные насадки. Первая – основная гибкая насадка, обеспечивающая эффективную уборку любых поверхностей, в том числе от шерсти домашних животных. Также благодаря ей очень легко произвести уборку в труднодоступных местах, например, под мебелью. В дополнение она оснащена фонарем для подсветки убираемой поверхности, что удобно во время уборки в плохо освещенном помещении. Угловой адаптер для уборки в труднодоступных местах. И еще в комплект входит универсальная насадка. Также в комплект входит специальная система зарядки и крепления пылесоса. Поэтому нет смысла хранить его где-то в коробке. Специальную базу можно закрепить на стене и все аксессуары тоже разместить там. Что очень удобно, есть цифровой дисплей, на котором показывается уровень заряда батареи или же рекомендация для очистки фильтра. Одного заряда хватит на 60 минут, поэтому вы точно успеете навести порядки, пока ваши дети в школе. Поэтому я считаю, что любая хозяйка будет рада такому подарку. Где заказать такой беспроводной пылесос, я вам ссылку оставлю под этим видео. Доброе утро. Всем привет. Девчонки, что-то задержались немножко. Мы всегда в 7.50 выходит. Конечно, надо, уже чистый. Все, одеваемся. Всем привет. Одна Томочка сидит на кровати, на диване и ругается. Опять. Дариночке сегодня не надо, она там, я и в полиплинику сегодня, к зубному. К зубному? Да. Все, мы поехали все, одеваемся. Я с Настей поеду с Софийкой. Может, на островый рынок заедем. Садик отвезем. Плачет, не хочет. Садик. Я не пойду с вами, доча. Вот с Настей дом, вот с Настей садик. Ой, плачет, бедненькая. Настя так переживала, что не успеет дойти. Завтра же уже посылку повезет. Что там показалось очки, что еще? Зеленая лазерная указка. Не знаю, зачем она вам нужна. Это тряпочка. Это на липучки. Это на голову надевался. И очки. А вот тут разные стекла. Там, короче, есть для тумана дождя стекла, для солнечной погоды плотные страйкбольные, то есть, чтобы непробиваемые были. И обычные классические. Ничего себе. Это специальные тактические очки. И перчатки, да? Нет. А это усилитель связи на антенна для модема. Угу. И вот это все. Угу. Какую вершу пришла? Ну, я бы нас так переживала. Сходили мы в магнит. Продукты заодно купили. Я успела даже подстричься. Смотрите, я все седаю. Вся. Ну, сейчас хоть я куплю, конечно. Ну, этот раз прям хорошо подстригли. Так, просто от капюшона прижалась еще. Ну, вот. Причем, сейчас мы едем домой. Вот тут Диме на днях в роту пареньку. Ну, не одному ему, а нескольким. В общем, отец или брат там приезжал. Ну, кто-то прям родственник. Пирожки привезли. И Дима такой, Настя, напеките мне пирожков домашних. Ну, они же там все вместе едят. Ну, сколько там досталось, там, ему уж один пирожок. Да. И вот он прям... Да. Пирожки напеките. Сейчас покажем, что мы набрали. Я говорю, давай курицу ему запечем. Настя такая мама. Вот как повезло взять у тещи и отдавать то сделаем. Я говорю, давай оливье накрошим ему. Майонез положим рядышком. Потому что завтра папа с Васей увезут, да, Вася? Не папа, а с Настей. А послезавтра она уже будет на месте. Это все хранится у них там в амбаре, то есть холодно. Да, там чего, ладно, ничего не испортится, да. Поэтому мы курицу запечем, пирожков напечем. А сделали мы... Настя купила кашу с гречкой, а мы сделали с рисом, с горохом и с перловкой. Вот. И поэтому нормально все доедет, ничего не пропадет. Курицу запечем, фольгу завернем, нормально все доедет. Вот. Ну я первый раз, я даже не думала, что можно пирожки там... Ну. А Дима говорит, с плотской надо везли, ничего не испортится. Конечно, температура-то холодно. Летом ничего не отправишь. А сейчас-то что, можно? Тем более, мы-то тут недалеко. Если вот, например, где-то с Дальнего Востока не отправишь. Или как с Красноярска. А мы тут рядышком. Быстро все дойдет. Мы в городе были. Я совсем камеру с собой забыла взять. Потом думаю, блин, мы там по магазинам ходили, мы там по рынкам ходили. Мы зашли в кафе, кофе попили. Ну не в кафе, мама, не назвала. А уже так. В Хачек. В Хачек. Ну там такая маленькая на рынке такая кафешечка, забегаловка. Мы там кофе попили. Вот. Сейчас мы идем Диме сало купим. Отвезем ему сало тоже. Вперед, консервы делали. Последние там кусочки маленькие напихала. Ну-ка, откройте, а туда положи. А, это неудобно. Дома никого еще нет. Папка Томка увез на фортепиано. Девчонки в школе. Фортепиано. Нет такого фортепиано. Ну пусть у меня так будет. Настя всегда так разговаривает. Хотя да, зрители пишут. Я с каждым днем все хуже-хуже разговариваю. Ну а что делать? Там у тебя ключи дома есть? Да. Они у нас в самом секретном месте есть. Все могут. Ой-ой-ой. Все могут домой зайти. Кто знает пароль от дома. Вот такая каша у нас получилась. Тут рисом. Где-то еще там перловка. Это я боялась воды побольше налить. Вася говорит, наливай побольше. Я будто блин, распухнет, выдавит. Нет ничего. В общем, вот. Тут 7 баночка у нас получилась. Мясо еще осталось. Еще одну заправим. Тут как раз все остыло. Это Кисель вчера у нас в подвале лежала. Я тут открывала. Никто не пьет. Диме отправим. Там вместе со всеми сидят. Купили колбаски им вот такой тоже. Вон такую икринку Дима любит. Тоже взяли. И пирожки будем делать. Он попросил с луком, с яйцом. Это я просто на салат купила. Оливье будем делать. Сейчас надо будет картошку поставить, варить. Бананы взяла детям домой. И мандарины. Поменьше где дома оставим. Тодины. Также сало ему еще взяли. Вас сейчас привезет фарш на пирожки. И курицу. Я уже говорила, что вчера делали заготовки. Там остатки прям положила. И то в рецепте написано целую лаврушку. Но не буду, конечно, лаврушку целую ложить. Сейчас еще один автоклав заполним. И опять поставим. Вот. Ну и все. Это все наши покупки. Яйца уже сварили. На пирожки. И банки надо будет купить. Вот банки у нас. Вот эта вот банка, она какая-то нестандартная. Не закрылась. А маленьких у меня в основном одни литровые банки. Мы как брали много под малину. А пол-литровых вообще нет. Вот эта банка тоже нестандартная. Видите, тоже не подошла. Крышка не подходит. Вот эти пифы убрать. Не подходит крышка. Хотя мы вот покупали вчера, Вася купил новые. И они не подходят. О, как раз и папа идут. С тома. Я папе ими опять. Молодец. Она живенькую поставила. Живенькую? Да. О, купил курицу и фарш, как я просила? Да. Все, папа, молодец. Молодец. Я как раз только показывала, что я купила. А вот я сегодня на себе не играла. Сама-то себе получила шпетевку. Молодец, молодец. Раздевайся. Я купил еще банок. Девчонки уже из школы пришли. И крышки заодно взял. Я же говорю, у нас банок нет. Сейчас будем ставить еще одну порцию. Банок нет. Настя, можно косточку это есть? Она безвкусная, она что говорит. Спасибо большое тебе. Ага.